Масленичные гуляньи Именно они самые важные на этом празднике. Блины я сама напекла, потому что я думала, что будет конкурс. Самый большой блин напекла, самый вкусный, самый красивый. Самый большой у меня такой размер. А как мы готовим? Очень большая сковородка, двумя лопатками. Масленицы – это самый древний праздник, который до сих пор отмечают с большим размахом. В это время все готовят блины, накрывают на стол, и такое веселье продолжается всю неделю. Мы очень любим этот праздник, потому что это зима, такие ощущения, мороз, горячие блины. И так все здорово, мы любим блинчики, горячие на костре, сразу свеженькие, со сгущенкой. А еще со сметаной, медом и вареньем. В общем, на любой вкус и цвет угодить с таким обилием блинов и начинок можно каждому. Здесь каждый желающий может не только попробовать блины, но и приготовить их сам на такой вот необычной плите. И может быть готовить дома блины гораздо удобнее, но здесь намного интересней. Помимо вкусных блинов, гостям предлагались и различные конкурсы на силу, меткость и точность. Каждый находил занятия себе по душе. И дети тут всегда знали, чем заняться, участвовали в конкурсах, играли в снежки, катались с горок. Ну и конечно же, после таких игр на свежем воздухе за обе щеки улетали блины и согревались горячим чаем. Я сегодня пела на Масленице. Мне нравится, что все веселятся, как бы все собрались, веселятся и играют. Масленичные гуляния проходили на территории астрономической обсерватории. Все сотрудники университета так прониклись атмосферой праздника, что сами выходили на сцену и пускались в пляс. Дверь мягучая за шершавой стены, слава любви летают. Этот праздник мы рассматриваем как один из способов сплотить коллектив вокруг своих общих задач, общих идей, для того, чтобы люди не только трудились вместе, но и отдыхали, и наконец почувствовали, какая красивая у нас природа, что такое обсерватория университета. Одним из важных ритуалов является сжигание чучела на костре, но не менее ответственны и наряжение самой куклы. Раньше их одевали в старые и рваные костюмы. Считалось, что это может избавить людей от бед и неприятностей. А сейчас чучела облекают в различные наряды. Ну и по традиции в конце праздника Масленица происходит сжигание чучела на костре. Это такой своеобразный обряд прощания зимой. А еще это символизирует начало чего-то нового. Для кого-то Масленица связана с весельем и массовыми гуляниями. Кто-то видит в ней один из этапов подготовки к великому посту. Для каждого Масленица своя, но именно она объединяет всех любителей блинов и веселья вместе. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.